вот вот же он кто я быстрее хватайте его на чёрт-чёрт-чёрт чтобы это не было надеюсь у меня еще получится с ними помириться а что же за день до сегодня такой согласен ложка плохой день не самый лучший хорошо какова как говорится выдвигаемся дамы и господа просто напоминаю помимо дома для нового соседа гимлена улучшение персонажа до 10 уровня у нас есть такая задача как найти некий карасы по заказу церкви что такое карасы ладно выдвигаемся за грабителями гнолами прямо сейчас а вообще всем привет друзьям я лол ложка и добро пожаловать в сердце вселенной поехали и снова всем привет друзья я лол ложка добро пожаловать в сердце вселенной сезон в котором мы помогаем церкви серьезное давайте напомним цепочку первое меня и альфреда действительно нанимает церковь у каких-то гнолов надо забрать какие-то весы второе пытаясь найти части весов я натыкаюсь на деревню дворфов не самые дружные ребята но не жалуемся третье знакомясь и помогая дворфом отбиться от управляемой армии монстров нас начали хоть и не уважать но хотя бы не гнобить и наконец четвертое за нашу помощь некий старый вален согласился показать где находятся гнолы со мной отправляется марк и отправляется прямо сейчас давайте честно в этой истории важно не задание церкви не моя попытка наладить с кем-то отношения бла-бла-бла важен вопрос кто это почему у него светятся глаза как он управляет монстрами и зачем нападать на дворфов обязательно все это узнаем на перед этим never привет что-то там интересное показывают поговорить марк несколько скифосов подряд что-то обсуждал с дворфом так и а тебе они все покой не дают я смотрю конечно не дает дворф постоянно ходит и косится на меня мне соседство с карликами знаете ли тоже не по душе но я этого хотя бы не показываю ада показываешь never и очень явно показываешь может тебе стоит просто поспокойнее относиться гимлину и тогда он перестанет коситься на тебя не зачем вообще иметь дело с дворфами и кстати зачем к ним пошел ты все просто они должны помочь мне найти гнолов гнолы еще хуже они же мусорщики never тебе вообще хоть кто-то нравится никто не нравится ну я так и думал короче гнолы украли у церкви артефакт нам поручили вернуть его и что же это за артефакт такой что ж фанатики решили обратиться за помощью к вам весы какие-то золотые весы что весы те самые весы стоп тихо тихо а что это за весы конечно вроде вы это артефакт из-за которого люди и гнолы постоянно ссорятся я вообще не припомню времен чтобы люди не пытались украсть его у гнолов а гнолы у людей наверняка церковники тщательно его охраняли хотя люди такие безответственные слушай а неужели это настолько ценный артефакт не знаю я вообще не верю что в нем есть хоть какая-то ценность разве что золото на эту безвкусицу было угроблено невероятно много понял ладно если что я уже почти нашел свою часть а вторую часть должен найти мой друг охотник только я не знаю насколько он продвинулся то есть ты хочешь сказать гнолы еще и растащили весы на части почему я не удивлен удачи еродивый все подожди ну ладно на самом деле здесь есть кое-какая важная информация это артефакт из-за которого люди и гнолы постоянно ссорятся знаете это похоже на какой-то инь-янь типа на одной чаше гнолы на другой люди и вот они постоянно сражаются друг с другом весы то в одну сторону то в другую в этом есть какая-то наверное толика правды но это мы еще узнаем а пока что багряник о и гимлин привет что уже выдвигаемся да пора и дал саж вам этот артефакт а а что я уже готов к бою надеюсь нас ждет славная битва и не 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 а я вот наоборот надеюсь что все пройдет гладко а мы с тобой продолжим когда я вернусь но конечно а гимлин остается в компании унылой птицы с которой даже не поговорить ладно буду ждать а вы сдружились прям так посмотрю да молодцы два кузнеца пара все теперь это тоже твоя кузница так ладненько мы в итоге отправляемся за гнолами и нас должен сопроводить вален тот самый старый дворф напоминаю что прям идем да я понял идем но подожди-ка перед этим хочу кое-что сделать мы берем грубый двуручный меч и не забываем один раз ударить по вот этой тыковки спасибо 2800 отлично можно даже потратиться и улучшиться а что мне мешает это сделать конечно же ничего поэтому путеводный скин здрасте можно как раз сейчас телепортироваться да но перед этим повышение уровня я буду качать скорее всего силу потому что это и физический урон поменьше и атаки побольше повышение все супер далее переместиться шахтерский предел здравствуйте так о вален да да здорово я раздал основные поручения и оставил брата за главного пока меня не будет вы как готовы готовы ну а как думаешь готовы ли мы если мы уже пришли и ждем идем уже что такое слушать ты любитель банных халатов прошу нет прошу я думал мы уже договорились не ссориться ладно ты прав мне нужна пара самых целых ребят много времени не займет желающие есть бухты давайте ребятки возьмите мечи да поострее ого вот так сходу у дворфов прикольно все на славную битву походу мы будем фармить спарки я понял ну да мы отлично а вот теперь пойдем так вот я так понимаю то что мы будем в любом случае сражаться с гнолами если все взяли мечи это о чем-то договорит да приятно встретить долго росликов который не отступает перед сложностями когда я жил в эшхалде многовато навидался большинство представителей вашей расы сдаются при первой же оплошности но ты другой какой-то парень не бежишь при виде опасности даже не знаю возможно это не героизма какая-нибудь самонадеянность однако парень то ты все-таки хороший с ценностями не то что приспешники кардинала зато мифы какие придумываются ишь а мифы о чем ты вален ну как это о чем церковь религия опять ты тихо ты не поднимай шума не буду я спорить не буду но настоящие ценности они же в семье и в пиве очищение какое-то единственное очищение которое я принимаю это когда перепилы ну сам понимаешь как ты смеешь говорить такое про тихо марк пожалуйста успокойся а ты вален не провоцируй его не хотелось бы взорваться из-за ваших неуемных характеров да 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 конечно ладно молчу да и с фанатиками спорить себе дороже я все слышу а я знаю господи что происходит пожалуйста не надо тут резни на фоне религии стоим батюшки знаете хорошо идем даже быстро видимо группа гнолов всех монстров по переубивала а новых не набежала скоро уже выйдем но я вот как раз хотел сказать до этих стрел что мы как-то безопасно идем а вон и наши братья проводники группы гнолов и парни рад видеть вас в целости и сохранности здравствуйте вау это еще одна группа дворфов прикольная стоп там гнолы привет вален так вау сколько ё-моё это реально гнолы ночью парень на этом все дальше сами только это ты аккуратненько будь да хороших людей могу по пальцам свои левые руки пересчитать а я на ней три пальца потерял в общем удачи тебе и заходи к нам ну иногда о пожать руку хорошо вален спасибо тебе за помощь а всего доброго пока ой а и все получается дворфы проводили гнолов через пещеру и сами покинули это место и в остаются только гнолы и пяучки реал и что в итоге делаем идем а да просто идем пипец кстати я могу все время торговать с марком смотри у него тут постоянно продается оружие удобно погляди какая толпа их явно какая-то часть этой страны ждала не думаю что они все по шахте шли предлагаю напасть сейчас пока они не ожидают что зачем а погоди я забыл что гнолы и люди они же враждуют всегда то есть я как человек не смогу просто подойти к ним и поболтать да это логично хорошо нападем с двух сторон ты с этой стороны а я зайду с другой твой огонь может расплавить карас и все старания будут на смарку давай я проберусь к ним и выкруду артефакт а ты постоишь на стрёме слушай давай лучше дождемся когда они все лягут спать они же должны хоть когда-то спать так ну вообще то что его огонь может что-то расплавить это хорошая фраза поэтому просто стой здесь и стоп прежде чем ты возразишь мне есть меня заметят то так и быть можешь начать драку это отвлечет гнолов и даст мне время скрыться с реликвией идет ну ладно договорились иди иди давай у прикольно стелс миссия а я еще знаете в самом начале думал то что вот я постоянно сражаюсь с монстрами а будет какой-то стелс в этом сезоне и вот она буквально ответ на мой вопрос куда идти в итоге как как этот карас выглядит то есть какая-то чаша на весах да тихо 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 куда аккуратненько вот здесь пройдем тихо тихо ой как много гнолов я хочу им в глаза посмотреть я хочу узнать как они выглядят потому что сейчас я смотрю на них издалека и нифига не понимаю стоп а это что такое это не то ли что мне надо но просто я хочу посмотреть что в сундуке там по-любому есть какая-то безделушка которая поможет мне типа знаете какие-то дополнительные артефакты которые можно выудить из миссии я хочу посмотреть этот сундук меня привлекает так тихо тихо от нельзя открыть все ладно понял 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 тогда мне сюда о все вот она золотой фиал и золотой карас супер ну что это было просто по отлично похоже что это тот самый карас или как там его надо убираться отсюда да надо убираться отсюда марк какого черта ты серьезно о черт ой они все горят зачем марк зачем это самое тупое решение своей страны ну ладно это классика марка марк какого черта я же просил скрытной ты возился слишком долго они топтались слишком близко я держался как мог боже марк ну какого черта ты еще и вызвалился со мной пойти хорош лолошка хорош давай туда его и сам уходи и как это понимать я только вошел во вкус и что какие же вы шумные без вас было так хорошо так спокойно но вы снова тут и уже начали свою трескотню что у вас за поводы для криков скройся отсюда пташка о как грубо а ведь я только начал да плевать что у вас случилось ророшка марк почти испортил мне задание дай угадаю подвалил кому-нибудь не тому периода но почти мы были в лагере гнолов у нас был четкий план я скрытно пробираюсь забираю артефакт а он сторожит а я понял и он решил своим огнем подсветить тебе все опасности да именно так он и сделал вместо того чтобы тихо дождаться меня и быстро уйти марк предпочел начать бой я едва успел добежать к нему через кучу гнолов мне повезло что многие из них к этому моменту были объяты пламенем и тушили друг друга а дальше дальше что а дальше она сильно вернул на сон с помощью скинта прямо посреди боя я не дал ему закончить начатое и сжечь все в округе вот он и злится на это знаешь а ведь я даже не удивлен но не думаю что он сильно обиделся он шумный но как лучина горит ярко но тухнет быстро впрочем какая разница да блин never это как какой-то гайд путеводитель и так далее который вкинет какую-то фразу чуть-чуть чуть-чуть прям поможет и после этого к себе в освоясь и ну ладно по крайней мере торгуем хорошо так а теперь серьезно ребят у нас действительно появилась такая вещь как золотой карас и золотой фиал ну-ка небольшое украшение стилизованное под фиал жизненной силы а так погоди это какой-то дополнительный предмет я походу из него что-то сделать могу да золотой фиал не в крафте не используется значит просто так ладно возможно по сюжету геймлин марк обиделся ты посмотри как у него глазки батюшки ладно пойду поболтаю с дворфом эй привет а не лучшая мастерская конечно но как говорится дареному слону пока что здесь больше работы по восстановлению кузницы да еще и печи нет да в общем будет чем заняться надо бы наверное список какой-то составить что ли ну хоть что-то мне скажешь список стоп я дверь открыл я впервые могу открывать двери да ладно это первая открытая дверь рукой за все сезоны ой в смысле за весь этот сезон да да я буду удивляться всяким мелочам а что поделать это сезон сильно отличается от других наверное сейчас лучше пойти в город вернуть свою часть артефакта надеюсь альфред уже там и мы быстро с покончим а да о кстати гениально гениально только перед этим погоди у меня 1900 спарков ай у меня 1900 спарков я хочу проверить могу ли я прокачаться у never здравствуйте еще раз так получается мне нужно торговый стоп тут нет торговли только расширение владений так видимо пока он спит я не могу торговаться хотя раньше вроде бы мог давай тогда быстренько отправляемся в эшхолд или как там называется этот город переместиться эшхолд переместиться вот вот же он кто я быстрее хватайте его что меня за что вы кажется меня с кем-то спутали женщина ты что думаешь мы тебя не узнаем еретик и во что я еще успел вляпаться стоп у меня ощущение что она про джидеющий а не про меня что что происходит вот вот же он а мне надо было бежать я понял быстрее хватайте его что меня за что вы кажется меня с кем-то спутали женщина ты что думаешь мы тебя не узнаем еретик и во что я еще успел вляпаться так я понял получается надо бежать да окей я я просто возьму и побегу на черт 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 чтобы это ни было надеюсь у меня еще получится с ними помириться а что же за день ты сегодня такой согласен ложка плохой день не самый лучший так выносливо ждем прыжок прыжок куда бы я не прыгал главное что меня ведут здравствуйте привет привет так здесь зацепиться могу отлично длинный прыжок еще прыжок зацепиться обязательно следим за выносливостью потому что есть ее будет мало то все эти паркурные элементы не будут работать поп хорошо ложка привет привет какого рад что ты смог дожить до нашей встречи что за что ты сделал что я о чем ты ничего я такого не сделал просто сказал им что их религия полная чушь вот кто знал что они такие ранимые а они напали на меня представляешь что за варвары что за черт джон попробуй подбирать слова когда разговариваешь с людьми у них есть такая штука как чувство и ты можешь задеть их а да ты не видел но я закатил глаза не говоря уже о том что это расизм называть их всех людьми среди них есть как минимум один ворон но не будем говорить о манерах и подобной чепухе я все это уже сотни раз слышал о ложка давай лучше выбираться из города ладно конечно давай только тихо обходя людей и без выкрутасов хорошо о нетушки у меня нет причин скрываться я же ничего плохого то не сделал если у тебя нет других вариантов то я пошел и начну есть у меня есть вариант и что же это за вариант ну давай не томи батюшки какого черта мы просто взяли и встречи пустотная магия как банальная опа о то есть я могу сделать то же самое с джоном вау обалдеть я я щас куда это ты меня измерение снов да а а ты знаешь это место как же давно я здесь не был да и твой сон намного светлее моего но подожди ты бы ни за что не догадался переместиться сюда сам спасибо да ладно тебе не расстраивайся зато ты красивый так кто научил тебя это не вор а не вор это кто на вор это я ухты ничего себе а ты все это время тут стоял я знаешь ли как-то не заметил тебя что происходит это что тот злой близнец о котором говорил марк что ли эй почему все считают меня злым я же просто умнее а действительно почему это у нас там кто разве это не тот самый мрк игры штраклар ты можешь это выговорить ну а как же еще это банальное уважение обращаться по имени а что вы делаете как-то по-другому я называю его марком марком понятно и мне еще говорят что ты лучшая версия меня а а ладно раз уж я теперь знаю где тебя найти то я пойду мне еще нужно кое-кому заглянуть давайте чао да джон стой какого черта происходит куда ты идешь а ну может в город может в лес кто меня знает что это было он теперь тоже будет здесь жить скажу честно я не то чтобы ожидал этой встречи ну знаете встреча в духе джона ему нас только плевать на меня знаете такое ощущение что я не искал его 10 плюс серий я я чувствую какую-то обиду честно говоря это так странно но типа я понимаю что это реально в духе джона он такой и есть ему буквально плевать на всех кроме себя скажу так мне эта идея не нравится да да тебе вообще ничего не нравится но все же согласен с невером я согласился с тобой потому что он не уважает церковь это вообще-то больше похоже на плюс так ладно ладно ребят давайте мы не будем начинать этот спор в очередной раз да все вот лучше разойдитесь только подожди а какого черта джон мыс у тебя зафига ты меня позвал то есть понимаете конец предыдущего сезона он меня зовет он говорит то что возможно без меня там типа не справиться и все такое и прямо сейчас мы наконец-то находим его а он ко мне относится как какому-то отбросу его даже не удивило то что я освоил пустотную магию ну то есть я его телепортировал не он сам я его раз уж я теперь знаю где тебя найти то я пойду мне еще нужно кое-кому заглянуть это такой сюр но это никому больше не подходит кроме как этому персонажу вот реально никому больше так кстати у меня же задание выполнилось вот джедейдж наконец-то я нашел его или это он меня главное что он жив и в порядке теперь я смогу получить от него хоть какую-то информацию на ну конечно на что я надеялся что появление джона решит все мои проблемы надеюсь это будет мне уроком и я навсегда запомню что джон проблемы не решает а только создает очень хорошо сказано ложка очень хорошо ладно что насчет гимлина привет у тебя интересно можно вообще какой-то ящик открыть а да смотри все ящики все тумбочки открываются на ура но нет внутри ничего не валяется здесь получается кузница пока что не готовая и с багряником обсудить я так понимаю тоже не могу обидно таки у меня теперь два вопроса первое что делать золотым карасом и золотым фиалом типа как я сдам это же невыполнимое задание меня пытаются поймать в городе и второй вопрос могу ли отрагаться ну-ка о теперь могу супер never хочу купить у тебя дубовый саженец а у тебя нет дубового саженца серьезно блин то есть придется вот так покупать да а еще я очень хочу сделать красный бант леоноры амулет нам потребуется основа для амулета ну и собственно бантик так основа это проволока и крупица скинта крупицу я могу сделать проволока у меня в целом тоже есть не хватает только побольше железа это тоже не проблема потрачу примерно 600 спарков супер здравствуйте основа для амулета соединяем и получаем амулет амулет созданный из ярко-красного банта повышает жизненные силы носителя плюс хп так погоди а сколько у меня сейчас здоровье 220 то есть я это получается надеваю и теперь 240 плюс 10 процентов ну в какой-то степени это окей окей но я потратил на это так много железа что теперь кажется что не то чтобы окей на самом деле из серии в серию я замечаю одну большую проблему это драка каждый раз когда я наношу вот сколько я где-то три удара у меня полностью испаряется вся выносливость следовательно я не могу нормально драться выносилось мы один раз прокачали но надо наверное еще раза так 3-4 раз уж у нас есть немного времени перемещаемся о и мы как раз предыдущей серии немного прокачались и следовательно я теперь убиваю вот этих зомби за два удара правильно пока это был один да хорошо ну как говорится да начнется фармер шкаем итак давайте чтобы это было объективно прямо сейчас я делаю один удар и у нас тратится буквально одно деление вот прям прям идеально одно деление если я прокачаю выносливость примерно на 3-4 уровня сколько в итоге будет повышение выносливость 1 выносливость 2 выносливость 3 и выносливость че а что не хватает 1400 стоит обалдеть так ну ладно по крайней мере запас сил был 308 стало 332 пожалуйста хоть бы сейчас то прям нормально было ну-ка деление стало больше то сейчас я бью теперь выносливостью чуть чуть побольше да это правда работает я думаю то что на самом деле мне действительно лучше не силу прокачивать не интеллект неловкость неудачу выносливость это то что наверное потом будет как-то аукаться на броню а также это прибавит выносливость и я смогу чаще драться много драться и паркурить вот и посмотри и кстати некоторые люди в комментариях сказали что раз уж я прокачиваю силу то лучше наверное купить топор который я так и не проверил просто обалдеть как плохо что я не могу посмотреть характеристики до покупки ну ладно я рискну момент истины и тут больше требуется до силы слушайте так это походу прикольная штука если я попробую его улучшить то сейчас за силу он дает 037 но у нас это не улучшенное оружие здесь у нас напомню вот плюс 3 то есть чисто теоретически если я прокачаю топор то наверное будет даже круче надо бы наверное на практике проверить а ну-ка на 42 хорошо это без плюса и в итоге не сушься он очень-очень медленно перезаряжается то есть вот смотрите я щас вот прямо сейчас перед вами чтобы вы понимали я прям неистово кликаю на левую кнопку мыши он он очень медленно бьет прям очень на протяжении всей этой серии у меня крутится один вопрос зачем я нужен джону если он просто взял встретился поздоровался и ушел то нафига он меня звал ты сюда мы явно с ним должны поговорить о женском голосе о том чуваке который со светящимися глазами управлял монстрами а его словах что искра мироходца это паразиты да это все надо обязательно обсудить ну а чтобы не пропустить что будет дальше не забывайте пожалуйста подписываться и ставить лайки напомню эти две маленькие кнопочки прямо сейчас в условиях очень плохо работающего ютуба это самые важные две кнопочки поэтому слушая эти слова от ютуберов прошу не не игнорируйте не пропускайте мимо ушей если не подписаны подпишитесь если еще не поставили лайк но вы смотрите этот сезон поставьте пожалуйста им еще раз спасибо ну а если вы здесь впервые то можете еще и позвать друзей а с вами были лол ложка и джон всем удачи всем пока 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 пока